Как же вы решились на такой сюжет Василий Иванович? Словоста, Мишенка, наш газа, это всё история, мы не знаем. Искусное сплетение гениальной музыки с реальной историей, тонко приправленной художественным вымыслом. На сцене театра оперы и балета мировая премьера. Артисты показывают процесс создания легендарной картины Сурикова «Покорение Сибири Ермаком». Не все принимали эту картину, отнюдь не всем она нравилась, не всем нравилась творчество Сурикова. То есть сколь сложный процесс вообще создания художественного произведения. И, конечно, сама история того, что император Николай приурочил покупку этой картины к открытию первого национального музея, национальной картины галереи, русского музея нынешнего, это тоже часть нашей истории. В зале не просто зрители, это счастливчики, которые видят спектакль первыми в мире. Ермак был написан специально для нашего театра. Авторы долго изучали ворох архивных материалов. В опере использованы фрагменты переписки самого Сурикова и его современников. В произведении довольно сложная музыка, и ее композитор, по сути, писал слепую. В основном я пишу для тех, кого я знаю, и для тех музыкантов. Ну, это проще. Главное, если даже ты конкретно знаком с этим человеком, ты уже психологию знаешь. Здесь я не знал ни солистов, никого. Есть очень хорошие солисты. Просто замечательные. Эта опера еще и словно выставка картин Сурикова. Возможность заново познакомиться с творчеством художника. Он повсюду. Декорациях, десяток персонажей и все знаменитые личности из его окружения. Художники, критики и царь Николай II. Позже сыгравший Сурикова актер Александр Бихалев признался, роль сибирского художника уже приходилось исполнять. Но именно в Ермаке чувствуют огромную ответственность. Немножко усталость накопилась, потому что было много репетиций, потому что ответственность не только я чувствую, но и все. И поэтому все хотели-хотели, чтобы все детали отладить, все огрехи вычистить, чтобы результат был первый, самый эталонный. С него все будут пример, может быть, брать. Поэтому состояние рабочее. Потрясается масштаб спектакля. Задействована абсолютно вся труппа театра. Актеры, статисты, осветители, костюмеры. Для персонажей Ермака сшито несколько сотен нарядов. Этой мировой премьеры артисты закрывают сезон. Услышать произведение еще можно. Заключительный спектакль состоится 29 июня. Анастасия Тиль, Полина Каминская, Александр Ольхов. Енисей. Новости.